По меньшей мере, два человека получили травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов возле здания британского парламента в Лондоне. По словам очевидцев, всего пострадали около 10 человек. Они получили легкие ушибы, ссадины и от медицинской помощи отказались. На прямую связь с нашей студией выходит специальный корреспондент Денис Давыдов. Денис, здравствуйте. Как комментирует ЧПФ полиция, рассматривается ли версия теракта? Добрый день. Но полиция пока не заявляет, что произошедшее это теракт. Но по той обстановке, которая здесь вокруг парламента, в общем-то, можно сказать, что такая версия рассматривается. Здесь очень много вооруженных полицейских, они в бронежилетах с автоматами. Район перекрыт примерно на полкилометра от здания парламента. Ближе мы подойти не можем, не можем подойти туда, где случился этот инцидент. Пропускают вот в этот оцепленный периметр только сотрудников офисов тех зданий, которые находятся внутри. По удостоверениям, не простые прохожие, зеваки, туристы, журналисты. Никто туда больше пройти не может. Несмотря на то, что инцидент произошел в 7.30 утра по местному времени, это 9.30 по Москве. Довольно многолюдно было возле парламента. Кто-то вышел на утреннюю пробежку, кто-то катался на велосипедах. И действительно, в медицинской службе Великобритании сообщили о том, что двое человек госпитализированы. Они сейчас получают необходимую помощь. Это велосипедист, которого сбил автомобиль. Но очевидцы говорят, что это была не просто авария. Им кажется, что не случайно туда въехал водитель, поскольку, как говорят свидетели, он двигался очень быстро, целенаправленно ехал в ограждение. По тем фотографиям и кадрам, которые есть, вместо событий, можно судить, что это чернокожий водитель. Он был в коричневой куртке. Из машины его доставали полицейские с автоматами. Кто он, пока не сообщается. Неизвестно его имя, возраст. На вид ему от 20 до 30 лет. Молодой человек, судя по фотографиям. Одна из очевидец сообщает, что якобы на машине не было номерных знаков. Другой очевидец говорит о том, что когда автопаркет был в ограждении, то было много дыма вокруг. Приехали в этот район не только полицейские, но и пожарные. Скорая помощь района Цеплин. По сообщениям, которые приходили ранее, известно, что вход в парламент закрыт. Хотя он сейчас на каникулах находится, но в парламент даже сотрудники аппарата якобы попасть не могут. Закрытые близлежащие станции метро. Как говорят полицейские, скоро будут слежие данные. Расследование продолжается. Коллеги. Продолжение следует...